Полно вам, люди, себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня мы с вами на «Целебной кулинарии» разберем такой удивительный продукт, как клюква. Действительно, продукт непростой. Вот. Вкус, как мы все знаем, у него кислый, свойства мочегонные, жаропонижающие, жаждаутоляющие и, самое важное, бактерицидные. Итак, мы с вами сделаем сначала клюквенный морс. Мы с вами сначала приготовим воду. Водичку берем как можно чище. Для того, чтобы она еще лучше у вас работала, опускаем сюда кусочек кремния. Опустили. И оставляем настаиваться в течение ночи. Водичка настоялась. А лучше вообще кремнию водицу делать заранее. Большую емкость взять литром на 5-10. Опускайте такой кремушек. И он у вас стоит. Стоит эта водица примерно недельку. Вы ее пользуете, доливаете. И в итоге у нас получается прекрасная кремниевая вода, обладающая целебными свойствами. Так вот, водичку мы сделали. Теперь начинаем использовать клюкву. Для этого я воспользуюсь блендером. Набираем клюковки в блендер. Вот. Клюковка свеженькая. Отличная должна быть. Ну и хватит. Теперь мы с вами заливаем воды. Нашей воды, которая настоена на кремнии. Вот, водичку залили. Закрываем. И все это размешиваем. Стоп. Размешали. Теперь попробуем, какой у нас имеется вкус. Вкус, конечно, будет такой кислый. А хотелось бы, чтобы вкус был приятный. Ну, допустим, кисло-сладкий. Наливаем. И пробуем. Да, приятно, а? Вкус, а кислый напиток. Для того, чтобы усилить действие этого напитка, чтобы он был вкусный не только тем, кто любит кислый вкус, но и детки, мы сюда добавим меда. Много не надо, но так примерно столовой ложки-две. Вот, добавили. И еще разок все это мы с вами перемешаем. Доливаем оставшуюся воду. Долили. Камушек. Показываем, какой камушек. Видите, какой он? Различные грани. Великолепный кварц, который структурирует воду так, как положено. Делает ее уже бактерицидной, плюс клюква, обладающая мощными бактерицидными свойствами. Еще все это усиливает. И перемешиваем. Выключаем. И у нас с вами получился напиток. Клюквенный морс. Наиболее полезен, потому что он приготовлен на структурированной воде. Причем вода эта еще талая, да она еще настойная на кремнии. Получается тут три в одном. Вот. Этот напиток можно хранить в холодильнике. А мы с вами еще попробуем его. Так. Итак, что делает клюква? Она стимулирует работу поджелудочной железы, очищает кровь. Причем она очищает кровь от разного рода микробактерий, там, грибков, которые в ней живут. И делают нас больными. Чем чище у нас будет кровь, тем, значит, у нас будет здоровее организм. Вообще, с целью очищения организма от различного рода микробов, можно употреблять клюкву до еды просто-напросто по 50-100 грамм в чистом виде. Но важно отметить следующее. Так как в ней очень много фруктовых кислот, сама по себе она очень кислая, она воздействует на ямаль зубов, может их разрушать, набивает оскому, поэтому лучше всего, как я вам сказал, ее использовать в виде морса, который мы с вами сделали. Этот морс мы с вами будем хранить в холодильнике и употреблять тогда, когда надо. Плюс, что еще получается? Так как мы сюда добавили немножечко меда, он смягчает кислые свойства клюквы и напиток более получается приятный, более полезный во всех отношениях, не теряющий никаких своих свойств. Кстати, в сухое время года, холодное время года, когда кожа сохнет, очень хорошо использовать этот морс, пить его по стакану перед едой, и вы будете меньше сохнуть, то есть ваш организм будет удерживать воду. Этот же морс можно использовать и в теплое время года, но если клюква, конечно, сохраняется. Важно отметить, что клюква противопоказана при язвенной болезни, поэтому ее использовать не надо. Можно использовать клюкву с настоем шиповника, и как раз это у нас клюквенный морсик, приготовленный на ваших глазах, а это я сделал настой шиповника. Сейчас мы все это смешаем с вами и попробуем, чем знаменит настой шиповника. Настой шиповника знаменит тем, что содержит огромное количество витамина С, так нужного для нашего организма. Кстати, и клюква не уступает ему в этом. Так, и теперь мы с вами смешаем и попробуем сначала, что у нас получается. Вообще важно отметить, что клюква хорошо хранится в холодильнике и в нужный момент ее легко приготовить. Ну вот как я на блендере раз, и получился наисвежайший клюквенный напиток. Совсем другой вкус, более такой какой-то приятный, более изысканный. Опять-таки добавим сюда немножечко меда, для того, чтобы смягчить кислое действие вкуса. Не всем нравится кислый вкус. Так, да, кстати, люди, которые страдают изжогой к клюкве, должны также относиться с должным уважением, потому что она может провоцировать изжогу. Много не употребляйте, часто не употребляйте, особенно кто страдает ей. Вот. Итак, мы с вами медок сюда добавили, размешали все это хорошенько и пробуем, что у нас получилось. Пока я готовлю клюквенный напиток, я еще разок вам скажу. Клюквенный напиток или морс. Берете один стакан клюквы, разминаете, но чтобы не разминать, я воспользовался блендером, он прекрасно все размял. Этот стакан клюквы размятой вы заливаете литром талой воды, лучше всего настоянной на кремнии. Вот. И добавляете еще одну-две столовые ложечки меда. Все, можно еще настаивать 1-2 часа. Ну, так вот как раз она настоится. И совсем другой напиток. Более приятного вкуса, такого сладенького, кисло-сладенького, такого нежного. Этот напиток вы можете употреблять как профилактическое средство от простуд. Великолепно вам будет помогать. Помните, что клюква, вот она, красного цвета, кстати, красный цвет дает нам энергетику, уже за счет этого она повышает защитные силы, повышает, можно говорить, жизненные силы организма, заставляет жизненную энергию кипеть в нашем ослабевшем за зиму теле. Вот. И прекрасно действует. Но самое важное, еще разок я повторю, что клюква хорошо зарекомендовала себя как антибактериальное средство, и знаете, особенно от кого? От трихомонад. Ее также можно применять и в качестве профилактики онкологии, потому что в некоторых случаях онкология возникает от наличия того, что в организме живут колонии микроорганизмов, которые начинают размножаться и образуют опухоли. Ну, это одна из таких теорий здесь. Вот. Поэтому в качестве профилактики особенно. И из вот такого вот клюквенного напитка, особенно когда мы стаканчик с вами размяли в блендере, без всяких добавлений, можно использовать и как в качестве наружного средства. Можно говорить женщинам делать орошение половой сферы. Можно там, где имеются там ранки, плохо заживает кожа. Можно использовать в виде повязочек, в виде компрессов на кожу. Будет прекрасно действовать. Кстати, сок клюквы вообще можно заготовить заранее. Значит, когда идет сезон клюквы, это примерно у нас в сентябре-октябре и позже, мы собираем эту клюкву, отжимаем ее и далее помещаем в холодильник или в погреб в темное прохладное место и храним всю зиму. Важно отметить, что сок клюквы полезен при гриппозном состоянии зимой, часто гриппом люди болеют, различных инфекционных заболеваниях и особенно отмечу в том числе и мочеполовых. Ангина просто-напросто можно полоскать вот этим вот клюквенным соком, клюквенным морсом полость рта хорошенько, чтобы обеззараживать ртовую полость и, кстати, и кариес будет уходить. Поэтому хорошая профилактика ангина и плюс наличие витамина С, естественно, еще добавок укрепляет наш организм. Вот поэтому полость рта можно прекрасно лечить от разного рода стоматитов, от разного рода кариеса, от разного рода ангин простуд с помощью клюквенного морса. Можно ее использовать и при гипертонической болезни. Также хорошо использовать клюквенные напитки в послеоперационный период для того, чтобы быстрее организм восстановился. И, кстати, вот этот напиток еще чем он знаменит? Он знаменит тем, что он еще предупреждает образование камней в почках. Поэтому, если у вас есть предрасположенность к камнеобразованию в почках, то по стаканчику два раза в день перед едой вот этот вот напиток клюквенный употребляйте. Отличная будет профилактика. И механизм действия почему это происходит? Потому что урсоловая кислота клюквы, которая здесь содержится, оказывает мочегонное действие. Она полезна при заболеваниях мочевыводящих путей и печени, а также при ревматизме и малярии. При малярии, я уже указывал, живут личинки малярии в крови, разрушают красные кровяные тельца, и поэтому человек болеет. Для того, чтобы их быстренько вывести из организма и очистить кровь, мы применяем клюкву, этот напиток. Она является клюква хорошим жаропонижающим средством, поэтому ее можно применять при различных лихорадочных состояниях, когда температура тела повышается. Также она хорошо утоляет и жажду, о чем я говорил. Как я указывал, хорошо сочетать клюквенный сок с настоем шиповника, а вот сок с медом один к одному полезен при бронхите и ангиня, о чем я уже указывал. Кстати, и мы с вами можем сделать сейчас этот сок. Делается он довольно-таки просто. Мы с вами возьмем клюкву, вот она у нас есть, клюква, остаточки, на наш любимый блендер, измельчаем, клюкву. Все мы с вами измельчили. Теперь берем сок клюквенный. Здесь он уже не разбавлен водой и наливаем. у нас тут получилось пюре. Что надо сделать? Просто-напросто взять и еще отжать через манечку. Но не обязательно это делать. Мы берем две столовые ложечки, даже три столовые ложечки вот этой пюрешки из клюквы. Добавляем сюда мед, равное количество, то есть также три столовые ложечки мы с вами добавили. Все это хорошенько перемешиваем и будем принимать. Оказывается именно сок клюквы с медом в пропорции один к одному полезен. при бронхите с кашлем и ангине. Также клюквенный сок назначают при гинекологических воспалительных заболеваниях, туберкулезе легких, малокровие, головной боли, атеросклерозе. Значит как я уже говорил он улучшает аппетит, способствует усвоению пищи. Особенно это хорошо тем, кто страдает в пожилом возрасте. Усиливает выделение желудочно-кишечного сока, а особенно сока поджелудочной железы. Вот поэтому соком клюквы успешно лечат гастит с пониженной кислотностью, но при повышенной кислотности он противопоказан. А также воспаление поджелудочной железы. Поэтому если у вас часто такого случалось, кстати, боли так полкообразные после приема жирной жгучей пищи, алкогольного отравления очень хорошо его используют. Значит, дозировка выбирается индивидуально. И сейчас я попробую, что у нас получилось. из всего, что я пробовал, вот это оказывается самое лучшее, самое мощное средство действительно для стимуляции пищеварения. Сразу же выделяется слюна, сразу же выделяется заработал желудок, кишечник. Поэтому используйте клюкву для своего собственного оздоровления. Помните, что она противопоказана приезвенной болезни желудка и 12-й кишки. Ею можно протирать пролежни, ее можно применять для удаления пигментации на шее лице и, естественно, для укрепления своего собственного организма. Используйте для собственного здоровья. Доброго вам здоровьица! Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Продолжение следует...